Доброе утро, дорогие друзья! С вами снова Павел Иванов. Хорошего дня, хорошего настроения, хорошего самочувствия, всего вам самого-самого наилучшего! У нас немножко изменяется место дислокации. Если раньше мы с вами записывали видео на прогулке с собачкой, то сейчас у нас немножко поменялся режим дня, поэтому у меня не всегда получалось записать для вас ролики, а вы уже всё-таки привыкли завтракать под мои видосы, поэтому я принял решение, что я буду записывать ролики сразу, как только встаю, не буду ждать прогулки с собакой, и тогда ролики у нас будут выходить без опозданий, без пропусков, и будут замечательные темы вам на утреннее пище для размышлений. Вчера произошло очень знаковое событие, крупнейший ютуб-политический канал Царьград оказался вдруг не просто заблокирован, как это иногда бывает за нарушение авторских прав, за какие-то там проблемы с Роскомнадзором, нет. Данный ютуб-канал оказался полностью удалён. Это очень нестандартная, нетипичная ситуация. Как оказалось, он был удалён за то, что его владелец, Константин Малафеев, известный олигарх православный, православный олигарх, хорошее словосочетание, да. Этот человек, он находится под американскими санкциями, так как он был одним из чуть ли не организаторов крымской, вот этой всей эпопеи, крымской истории, крымской виктории, при соединении Крыма с Россией. Как минимум он оказывал мощную поддержку. И Игорь Стрелков рассказывал о том, что Малафеев помогал им отправляться в ДНР. Вот, поэтому Малафеев под санкциями. И меня на самом деле удивляет, чего они ждали. Они давно могли переоформить этот Царьград на кого угодно. На подставную фирму-прокладку. Они могли его просто в кавычках «продать». Они могли сделать вид, что теперь он принадлежит какой-нибудь кипрской офшорной компании с каким угодно названием. То есть, да, для Малафеева это определенные проблемы. Но это была бы защита. На что они надеялись? Мне лично совершенно непонятно. Как бы ожидать этого можно было с очень высокой степенью вероятности. Вместе с этим, по аналогичным причинам, был удален... Я не очень понял, это сайт Александра Дугина или у него был свой канал. Александр Дугин, известный тоже такой... Но он не совсем православный, но околоправославный такой евразийский. За евразийскую мысль он такой философ. Он профессиональный философ. Поэтому его рассуждение понять не всегда очень просто. А если вам кажется, что вы его поняли, то вы ошибаетесь. Так вот, он оказывается тоже под санкциями. И, знаете, вроде все стало понятно, что вот вроде бы блокируют... Ютуб блокирует те, кто под американскими санкциями. Но внезапно приходят новости, что, например, сайт канала Сталинград... Сталинград, который не под санкциями, который в чем-то близки к нам по идеологическим принципам, они тоже оказались под санкции. Они тоже были удалены, заблокированы. Не канал на Ютубе, но сайт. И тут возникает ряд вопросов. Многие люди, кто размышляют над этой всей ситуацией, говорят о том, что даже если Google решил заблокировать какие-то ресурсы людей, которые находятся под американскими санкциями, они же плохо разбираются, кто такой Малафеев, что ему принадлежит какой-то там канал, что Дугин ведет свой канал. То есть если Царьград это большая такая медиа структура, которая вещает через Ютуб, то каналы Сталинград и уж тем более канал Дугина, это что-то весьма маленькое. Ютуб, Гугл, они не должны разбираться, погружаться вот в эти вопросы, к чему оно принадлежит, насколько важно это все заблокировать и так далее. Очень может быть, что кто-то из наших, в кавычках, наших российских либералов, которым не нравится то, что рассказывают на этих каналах, на канале Царьград, который очень часто критикует наш правительство, Центробанк, Сбербанк, Германогрефа, другие огромные наши госкорпорации, то, кому не нравилось то, что рассказывают на канале Сталинград, а то, кому не нравится то, что говорит Дугин, у них позиция очень антилиберальная у всех этих трех изданий. Возможно, что кто-то из наших, например, Греф, поручил своим сотрудникам составить жалобу, подсказку для американцев. Заблокируйте вот этих, вот этих и вот этих. И тогда картинка получается совсем другая. Картинка получается куда более интересная. То есть, фактически, любой наш проамериканский олигарх, типа Дерипаски, или того же Грефа, или многие другие, они могут, пользуясь своими связями, аккуратненько составить подобные жалобы на кого угодно, кто им не нравится, отправить это в Google, через американское посольство. Американское посольство на этой жалобе поставит свою печаточку, штамп. И, пожалуйста, готова блокировочка. Поэтому сейчас даже те люди, кто придерживается принципов истинной свободы слова, кто часто критикует наше правительство, речь идет о том, что да, нам нужно строить свою независимую от американцев систему распространения правдивой информации. Поэтому мы в ближайший месяц будем активно осваивать возможность введения и ВКонтакте, и Одноклассников, и Яндекс.Дзена. Там сейчас добавлена функция просмотра тоже видео. Будем все это изучать, будем все это осваивать, будем вас туда приглашать, чтобы на всякий случай у нас была возможность, если вдруг и нас тоже заблокируют. Сразу вспоминается старая шутка. Жизнь надо прожить так, чтобы тебя включили в американские санкции. Так вот, меня, слава богу, пока ни в какой санкционный список не включали. Да и в принципе не за что. Но кто его знает? Возможно, всякое. Есть у нас многие люди, кто кричит фейки про вакцинацию, про чипизацию. Вот именно фейки. Вот выдает под видом достоверно известной информации какие-то досужие сплетни. Чипизация – это плохо. Вакцинация – это плохо. Принудительная. Значит, ГМО – это опасно. И достоверных исследований его безвредности нет. Но кричать о том, что рептилоиды подсказывают американцам, что русских лучше всего убивать через распространение ГМО, а в этом ГМО будут спрятаны нано-роботы, поедая которых ты будешь чипирован, и эти нано-роботы будут действовать подобно вакцине, и что-то вот такое вот совершенно фантастическое. Это только отвлечение внимания от реальных проблем. То есть, еще раз, смотрите. Вчера общался с представителями движения «За новый социализм», когда ходили поддержать Николая Платочкина в суд. И там тоже была такая ситуация. Стали обсуждать одного из активистов и говорят, вот, я знаю, он раньше был в НОДе, национально-освободительное движение Федорова. То есть, он по-любому не настоящий социалист, он предатель. В чем фишка НОДа? В чем фишка вот этих людей, которые рассказывают про чипизацию, вакцинацию? Их объединяет одна вещь. Они все делают вид, что они «За простых людей». Они все делают вид, что они хотят нам помочь. Поэтому, когда человек, который еще не интересовался политикой, социологией, историей, только-только начинает интересоваться, почему же мы так плохо, черт побери, живем? Что, блин, вокруг вообще происходит? Вдруг выясняются интересные вещи. О! Дело в том, что нас хотят чипировать рептилоиды. Давайте бороться с рептилоидами. И этот человек на несколько лет, может быть, в лучшем случае на несколько месяцев, в худшем случае на десятилетия, он начинает погружаться именно в эту тему, что главная проблема – это чипы, главная проблема – это вакцины. Замечательно. Потом он понимает, что это все бред сивой кобылы. Уже 15 лет нам рассказывают про эти чипы, про эти вакцины, про число зверя. Я помню, когда школу заканчивал, очень всех пугали, то, что если ты примешь ИНН, индивидуальный налоговый номер, это все равно, что печать зверя, это все равно, что продать душу дьяволу. Если у тебя есть ИНН, то ты просто... Все, короче. Ты не жилец. Ты продаешь душу дьяволу. Сейчас об этом уже не помнят. Вот человек понимает, что подобные истории – это просто бред. Он думает, так, хорошо, в чем же тогда проблема? Он видит, о, нотовцы! Они нам рассказывают, что мы в оккупации. Оказывается, американцы, еврейское лобби, там кто угодно. Вот из-за них все наши проблемы. Потом проходит еще время. Он, наконец-то, начинает интересоваться политикой. То есть, всегда нужно оставлять человеку возможность менять мнение. Это нормально. Учитывая, в каких условиях информационной войны и дезинформацией мы живем, это совершенно нормально и неудивительно, что люди меняют свои взгляды. Вот. Другое дело, люди, которые осуществляют это сознательно, Евгений Алексеевич Федоров, который нам рассказывает о том, что вот это вот все, американский госдеп, заставляет нас проводить пенсионную реформу. Вот таких людей, конечно, нужно считать врагами в этой информационной войне. Нужно с ними бороться всячески. Равно как бороться с теми, кто слишком много рассказывает про вакцинацию и чипизацию. Поэтому оставляем таким людям право выбора, право изменить свое мнение. Оставляем этим людям возможность развиваться, учиться, обрастать новыми знаниями и занимать правильную позицию в этом всем информационном противостоянии. Вот. Что касается того, что YouTube может блокировать наши различные ресурсы, несмотря на то, что Яндекс, ВКонтакте это куда более связанные с нашим российским государством ресурсы, нужно будет к ним тоже подстраиваться, адаптироваться. Другого выхода у нас просто не остается. То есть основной основным источником мы пока что будем использовать YouTube. Но в любой момент могут возникнуть проблемы, какие-то изменения. YouTube, возможно, захочет остаться чисто развлекательной площадкой. И мы готовы, мы должны быть к этому готовы. Друзья, спасибо за просмотр, хорошего вам дня, до новых встреч. В 12.00 на Радио Аврора сегодня у нас будет стрим-дебаты, я против Евгения Алексеевича Федорова. Присоединяйтесь, подключайтесь, до новых встреч, пока!